Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас занятие, посвященное политической экономии. Тема этапа капитализма. Но я бы хотел воспользоваться минуткой, чтобы вы после дороги вошли немного, поскольку у нас возник вопрос. Но с какой целью здесь собрались? Вы для того, чтобы освоить марксизм-ленинизм. Так мы, по мере нашей силы возможности, помучим в этом деле. А дальше? Вот вы освоили, прочитали капитал Маркса, науку логики, Ленина. А дальше-то что? На этом нельзя же останавливаться. И нельзя будет сказать, что вы освоили. Поскольку марксизм-ленинизм это идеология, теория рабочего класса, которая стремится в условиях капиталистического общества преобразовать мир, перейти к новой формации. То есть самая главная задача – использовать в борьбе рабочего класса и трудящихся. А как? Ну вот этот вопрос интересный, скажем, наверное, вы рассматривали, обсуждали. Если вы работаете на предприятиях, то надо стремиться организовать рабочие и трудящиеся, составлять коллективный проект коллективного договора и через организованную борьбу добиваться его принятия. Затем идти более высоким формам. А если нет, как быть? Приведу очень маленький пример. Если вы следите за ситуацией в стране, есть такой город небольшой в России – Ишимбай, Башкирия, Башкортостане. Там сейчас идет забастовка медиков скорой медицинской помощи. Ну, забастовка, так называемая, итальянская, то есть они работают по правилам, хотя это и есть, так сказать, форма забастовочной борьбы. Вроде далекий городок. Ну, ситуация, как и везде, идет борьба между, с одной стороны, капиталом, с другой стороны, рабочими, трудящимися. Борьба, понятно, какая. И вот там у этих работников скорой помощи, фельдшеров, водителей, санитарок все время, так сказать, отбирал капитал. То есть здесь, то там, и зарплату уменьшал, надбавки, условия ухудшал, труда и так далее. Терпели, терпели, сказали, все, хватит, перестали терпеть. И пошли, как и полагается, не, скажешь, борьба героев-одиночек, а организованная борьба. Создали профсоюзную ячейку, есть такой профсоюз, общероссийский профсоюз медицинских действий. Выдвинули требования. Ну, поскольку администрация, так сказать, противопоративная сторона, как бы так, не реагировала, тогда подумаешь, организовали итальянскую забастовку. Ну, что, та сторона, то есть администрация, и больницы, и власти, и местные, более высокие, стали думать, ну что же делать, забастовка, дело нехорошее. И стали всячески применять различные меры воздействия, чтобы, сказать, приструнить это дело, пресечь корни. Ну, вот, там была, значит, уволили несколько человек, ну, так сказать, там, наверное, восстановят, поскольку уже буржуазная государственная инспекция труда направила предписание руководству больницы восстановить, поскольку незаконно. Ну, вот одно из требований властей, забастовщиков, ну, к членам правоставивцев, а вы, говорит, обоснуйте ваши требования. Ну, я понимаю, что предела в цинизму, так сказать, у капитала, и, так сказать, у власти, которая представляет, выражает интересы капитала, нету. То есть годами, говорит, отбирали все, что могли у трудящихся, и сейчас там зарплата, по-моему, 20-30 тысяч, говорится, только не умереть с голоду. И, говорит, требуют, и, говорит, вы требования, так сказать, обоснуйте. Ну, это предыстория вопроса. Так вот, ваши, так сказать, товарищи, слушатели Красного университета, второго отделения, товарищи Мегранов и товарищи Качанова, решили помочь, применить свои знания, полученные в Красном университете, вот в борьбе, в конкретной, реальной борьбе, трудящейся, в общем, бае. Они на днях буквально, так сказать, составили, рассчитали стоимость рабочей силы, в общем, бае. Там с обоснованиями, с экселистскими таблицами, где вот эти расчеты, это у нас, они, так сказать, опубликованы, размещены на сайте фонда Рабочая Академия, ну, сейчас эти ВКонтакте я смотрел. Ну, замечательно, там и картинки, и пояснения. То есть это вот существенный вклад в борьбу трудящихся. Я представляю, если, как говорится, это дело дойдет до власти имущих, они посмотрят об основании. Об основании стоимости рабочей силы. А стоимость рабочей, там получилось 250 тысяч на семью из пяти человек. Ну, при двух работающих 150 тысяч заработная плата. А стоимость рабочей силы, я напоминаю, это стоимость средств нормального существования рабочего и членов его семьи. Нормального, то есть в конкретных условиях. Вот, сегодняшняя буржуазная Россия. Мы не говорим там о будущем обществе, когда будет обеспечено полное благосостояние. То есть что-то нормальное существование с точки зрения буржуазных, так сказать, требований. Но есть нормативы, скажем так, у нас в России, буржуазная Россия, которые говорят, что на одного человека должно быть 18 квадратных метров жилья. Это считается нормальным. Значит, на Питере сколько нужно? 90. Вот, исходя из этого, наши товарищи рассчитали стоимость жилья, который придется взять в кредит и так далее, и так далее, и так далее. И по всем другим вопросам есть нормативы, сколько потребления нужно, продуктов питания и так далее. И вот вышли на эту сумму 250 тысяч рублей на семью из пяти человек, двое работающих, трое детей. Почему трое детей? Тоже, ну понятно. Значит, страна будет вымирать. Ну вот я представляю, да, как власть, имущая буржуазная власть, сделала все, что могла, чтобы отобрать какие-то надбавки и довела зарплату до 20, там, 25, ну максимум 30 тысяч. А вот всем всем научное обоснование выдадут, положат на стол, пожалуйста, спорьте. Ну это тяжело будет спорить. Ну вот пример того, что вроде бы такой теоретический вопрос, а я напоминаю, в октябре месяце, когда у нас были занятия, вам рекомендовал настоятельно взять и посчитать самостоятельно. То есть стоимость рабочей силы, взять какой-то регион, город, какую-то специальность, они все-таки будут различаться. Или вот вы занимаетесь распространением газет. Замечательное дело. А в этих газетах мы периодически публикуем эти расчеты стоимости рабочей силы. Приведу и такой пример. У нас есть распространители в разных городах. Они пишут коротенькие заметочки, где распространяют, какая реакция у рабочих. В основном же на заводах. Ну вот мне понравилось такое сообщение. В Омске Татьяна Ивановна Тоболина на больших заводах распространяет газету «Народная правда». И последний случай. Вот стою, раздаю газеты перед проходной. Бежит женщина, видимо, торопится, опаздывает немножко. На ходу берет газету, говорит, знаю, знаю вас. Вы, говорит, выступаете за шестичасовой рабочий день и за зарплату нам 250 тысяч рублей. Спасибо, говорит, и побежала дальше. То есть о чем это говорит? Что работа-то не проходит ли ни с действиями в Красном университете, ни за пределами Красного университета, где слушатели занимаются таким делом. Или такой пример. Периодически проводятся социологические опросы населения. Сколько нужно денег для полного счастья? Разные, разные. Вот опрос «Левада-центр» есть такой. Вот они опубликовали, что согласно представлениям российских семей, для нормальной жизни нужно 38 тысяч рублей на одного человека. 38 тысяч на одного, значит, на пятерых сколько будет? 190 тысяч. То есть эта сумма уже 190 тысяч близкая к стоимости рабочей силы. А ведь еще несколько лет назад, я это хорошо помню, называли цифры 50 тысяч, 70 тысяч. 100 тысяч – это считалось подниместной же величиной. То есть вот доходит от слова истины до людей. Ну а дальше уже пойдут конкретные действия, борьба за эти цели. Итак, значит, тема нашего занятия – этапы развития капитализма. Поскольку мы встречались в октябре месяце, это достаточно давно было, наверное, что-то подзабыли, но самое главное даже не в этом, а в том, что в диалетике, чтобы двинуться вперед, что нужно сделать? Совершенно верно. Совершенно правильно. Отступить не отступить, но вернуться немного назад, поэтому давайте вспомним. Итак, в России капитализм, капиталистические производственные отношения господствуют. Если брать во всем мире, то в большей части, по количеству стран, где более 200 стран, тоже господствуют капиталистические отношения. На другом полюсе есть мир социализма, который представляет Китайская народная республика, Корейская народная демократическая республика, Вьетнам, Куба и Лаус. Характер современной эпохи – это борьба, это переход от старого мира капиталистического к новому коммунистическому. А поскольку мы знаем, что мы диалектики, мы знаем, что не бывает все такое направленное только вперед, только с победами, это эпоха революции и контрреволюции. Не может быть такое, что только революция, революция – вперед, вперед, вперед. Последние десятилетия мы видим в ряде стран, в ряде стран Восточной Европы, произошли контрреволюции. И где оказались эти страны? В 19 веке. В чем в 19 веке? Ну, они оказались... Назад. Ну, эти контрреволюции прошли, не знаю, в 61 году, скажем, в 60-е годы, окончательно становление, ставший капитализм в России, мы имеем уже конец 80-х, начало 90-х годов, ну, и, наверное, в других странах, в тех странах, которые образовались после развала, после уничтожения Советского Союза. В эти годы где они оказались, эти страны? В капиталистическом лагере, так? А этот капиталистический лагерь находится в какой стадии? Ну, переодействовала. И вот мы будем сегодня это дело рассматривать. Ведь капитализм – это форма развития производительных сил. Это формация. Так же она развивается, как и все, и в обществе, и в природе. Рождается, проходит этапы своего развития, затем приходит, есть такая категория диалектики, приходит, приходит на его место, дает более высокая формация, именно коммунистическая. Вот тот капитализм, который вышел из недр феодализма, это было 200-300 лет назад, получил название капитализм свободной конкуренции. И вот Маркс, когда раскрывал законы противоречия капитализма, в том годы царствовал капитализм свободной конкуренции. Обратите внимание, я всегда говорю, есть первый том капитала, который вы осваиваете, седьмой параграф 24-й главы. Это почти конец первого тома капитала, который называется «Историческая тенденция капиталистического накопления». То есть Маркс уже в те годы, это середина XIX века, увидел определенные тенденции в развитии капитализма. Те тенденции, и он обрисовал, эти тенденции проявили себя в конце XIX, начале XX веков. Какие это тенденции? И с чем они связаны? Ну давайте посмотрим, какая цель капиталистического производства? Кто вспомнит? Накопление прибыли. Накопление прибыли. Цель – получение прибыли. И больше прибыли. Можно сказать, получение высасанной прибавочной стоимости из тех, кто ее создает из рабочих. Так, совершенно правильно, получение прибыли. И вот эти экономические отношения, базисные отношения, они же преломляются в голове капиталиста в определенном виде. В виде убедительных мотивов или стимулов деятельности. Вот я обратил внимание на некоторые учебники, плохие учебники советского периода. Есть положение, что экономические отношения – это базисные отношения. Они как бы существуют объективно, независимо от воли сознания людей. Это правильно сказать, постановка вопроса. Но некоторые представляли дело таким образом, в учебниках советского периода, во многих, что вот здесь экономические отношения сами по себе. А вот здесь люди. Ну как их нельзя разделить? Производственные отношения, экономические отношения – это отношения между людьми по поводу производства. Реального. Просто в головах людей они преломляются в виде каких-то побудительных мотивов и стимулов. Поэтому в голове у капиталиста вот сидит эта мысль – получить большую прибыль. А чтобы получить ее больше, что нужно сделать, говоря простыми словами? При капитализме свободной конкуренции, где много капиталистов, много конкурентов, нужно этих конкурентов устранить. Разными методами, не сегодняшний, мы сегодня не обсуждаем это, не рассматриваем. Устранить конкурентов. А в результате что получается? Что те капиталисты более удачливые, более, скажем так, проныжливые, вот они начинают, их капиталы увеличиваются в размерах. То есть уменьшается число капиталистов и увеличиваются их размеры. То есть было много маленьких капиталистов, то они стали крупные, потом осталось немного крупнейших, и затем на поле деятельности в разных отраслях, в производстве, в экономике капиталистической остаются самые крупные. То есть те капиталисты, которые захватывают и рынки сырья, и рынки избыта и начинают диктовать условия везде. То есть вот эти капиталисты становятся монополистами. То есть на место, той ситуации, когда много, так сказать, разномастных капиталистов свободно конкурировали между собой, приходит что? Монополия. Монополия, да. Та ситуация образуется, когда теперь в экономике несколько монополий, которые господствуют и диктуют всем остальным свои условия. То есть это происходит не потому, что они какие-то злобные капиталисты, а потому, что в силу того, в силу экономических отношений, заложенных в природе капитализма, и тех побудительных мотивов и стимулов, которые в голове преломляются у капиталистов. То есть вот они должны совершать такие действия, которые приводят к монополии. А монополия – это прямая противоположность конкуренции. То есть таким образом капитализм перерастает в новую фазу. Ну вот Марса уже не было. Владимир Ильич Ленин рассмотрел, исследовал, раскрыл эту новую стадию капитализма. Есть работа у него, называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Она из списка рекомендованной литературы идет под номером один. И, конечно, ее обязательно надо прочитать. В идеале нужно прочитать полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. Ну, хотя бы вот к занятию, к семинарскому занятию прочитать эту работу. Я обращаю внимание, в названии работы у Ленина фигурирует такой популярный очерк. Но я думаю, Владимир Ильич назвал его так не потому, что он скромный человек, а потому, что Ленин понимал идеалетику развития капитализма и места империализма, и соотношения империализма и капитализма. Потому что это не отдельный способ производства. Скажем, есть капитализм, вот как там был, первобытно-общенный способ производства, рабовладения, феодализм, капитализма, потом появился империализм, затем будет коммунизм. Нет. Это лишь стадия, фаза развития капитализма. В чем последний, да. И все законы, основные экономические законы противоречия развития капитализма раскрыты Марсом в капитале. Закон стоимости, верно, капитале. Законы производства прибавочной стоимости, капитале. Законы капиталистического накопления, народонаселения и так далее. и так далее. Это все в капитале. Поэтому Леонид так и назвал популярный отчет. Что у нас получается? Если дать самое короткое определение империализму, оно будет звучать следующим образом. Это монополистический капитализм или монополистическая стадия развития капитализма. Вот самая короткая. Вот сейчас, если вы следите за литературой на общественные темы, то можете, представляете, что, не говоря там империализма. Чего только там не скажут. Испомнят империи, которые были там в эпоху феодализма, рабовладения, императоров, чего только там не наговорят. Хотя на самом деле строгое научное понятие империализма это только монополистический капитализм. И все. И все. Поэтому монополистический капитализм и империализм это синонимы. Но это короткое определение. Оно ухватывает как бы суть вопроса. Ну, Ленин дал и более развернутое определение, где выделил пять признаков, на основании которых можно сказать, что совершился переход к империализму. Они следующие. Первое. Это образование монополий. Об этом мы и говорим. Он первый идет, главный, основной. Образование монополий. Сфера производства. Затем. Кроме сферы производства, есть сфера обращения, где господствуют такие предприятия, которые называются банки. Можем сказать, что вот идет развитие капитализма в сфере производства. Вот такие тенденции, концентрации, централизации капитала, образование монополий. А уже в обращении нет. Там десятки, сотни, тысячи банков конкурируют между собой. Конечно нет. Эти общие тенденции, они свойственны в сфере обращения. Там тоже идет конкурентная борьба. Тоже идет концентрация банковского капитала и образование банковских монополий. Затем. Вот в сфере производства образовали монополии. В сфере банковской что происходит? А происходит слияние банковского капитала с промышленным капиталом. Это тысячи нитей. Но самый простой. Для чего нужны банки? Их предназначение. Это собирать у капиталистов временно свободные средства и предоставлять их тем капиталистам во временное пользование, которые нуждаются. А это постоянный процесс. И вот банковские монополии представляют кредиты. Затем что происходит? Происходит слияние капиталов. Происходит через систему участия и так далее. Система участия, покупки акций и так далее. Когда руководители промышленных монополий входят в совет директоров банковских монополий и наоборот. И на этой основе образуется финансовый капитал. И вот финансовый капитал и это такое центральное явление монополистической стадии капиталистов. Это вот такая сила, громадная сила, да, где банковский капитал и промышленный капитал. Который уже не находит своего применения внутри отдельных стран. И куда он устремляется из зоры? За пределы. За пределы стран. Ну а какой капитал? Капитал, прежде всего, крупнейших стран. Крупный капитал. И вот финансовые капиталы крупнейших капиталистических государств начинают делить, экономически делить мир. Кутей тысяча. Один из основных это вывоз капитала. Скажем, эпоху домонополистического капитализма был характерен вывоз товаров. Вот, так сказать, матастро на Франция. Производила товары, увозила, может, по всему миру или на полумир. В Германии тоже самое. Вот они продавали одни товары, экспортировали свои продукции, импортировали то, что нужно и так далее. А для эпохи империализма характерен вывоз капитала. Капитал это что такое? Вспомним. Самовзрастающая стоимость. Значит, вывоз капитала это что? Вывоз самовзрастающей стоимости. Ну, то есть, какую цель преследует финансовый капитал, когда вывозит его за границу? Ну, самовзрасти. То есть, получить прибавочную стоимость, конечно. Дополнительно прибавочную стоимость. По-простому, то есть, когда финансовый капитал, скажем, Америки, строят заводы, точнее, строят, вкладывают деньги в строительство завода в других странах. Цель, понятно, эксплуатация. Извлечение дополнительной монополистической прибыли, создаваемой трудом рабочих этих стран. То есть, вывоз капитала, не просто вывоз капитала, а такой вывоз капитала, который получил или получает решающее, преобладающее значение по отношению к вывозу товаров и характеризует то, что капитализм перешел в свою империалистическую стадию. Затем, на основании вывоза капитала и еще многих инструментов, финансовый капитал крупнейших стран, крупнейших стран, экономически делит мир. Можно сказать так, что группы капиталистов, этих крупнейших империалистических государств, экономически делят мир. Вот тебе вот это, вот это, и так далее. И затем, на основании экономического раздела, происходит и территориальный раздел мира. Но вспомним конец 90-х, конец 18, конец 19, начало 20 веков. Практически весь мир был поделен между крупнейшими империалистическими державами. Из их предела были только либо колонии, либо полуколонии. Но в Африке, я не знаю, там были ли, может быть, одна-две стороны относительно независимы. А так все это было, поделено между крупнейшими империалистическими хищниками. Итак, второй вывод. Когда совершился переход капитализма свободной конкуренции к монополистическому капитализму или империализму. Это конец 19-го и начало 20-го веков, то есть более 100 лет назад. И вот с тех пор весь мир капитала находится в этой стадии. Так или нет? Так, конечно. Поскольку это последняя стадия, высшая и последняя стадия капитализма, после этой стадии только что есть коммунизм. Мы видим, как из лагеря империализма вот вырывались отдельные страны. В 17-м году был первый прорыв, слабое звено империализма, это Россия. Затем по итогам Второй мировой войны образовался социалистический лагерь. Но, поскольку, помню, мы об этом говорили, этот переход из эпохи революции к контрреволюции, вот в конце 20-го века мы имели обратное движение. То есть, повторяю, второй вывод, это то, что вот сегодняшний лагерь капитализма, это какой? Империалистический лагерь. Третье. А можем мы сказать, что если весь капитализм перешел в стадию империализма, значит все страны являются империалистическими. Вот если почитаешь иных деятелей, сейчас в интернете все, все можно начитаться. Ну, говорят, что нет. Есть такая точка зрения, самое радикальное, что, да вот, мы признаем, сейчас нет капитализма свободной конкуренции, сейчас весь капиталистический лагерь это империализм, ну, поэтому все страны империалистические. Только вот большая вот эта страна Америка, это большой империалист, это средняя страна, средний империалист, вот эти маленькие, маленькие империалисты, сколько стран в капиталистическом лагере? Более двухсот. Конечно, это не так. Конечно, это неправильно. Это, я бы сказал, затушевывание реальной картины, затушевывание их противоречий, которые существуют на стадии империализма. А истина в том, и если вы почитаете работу Ленина «Империализм как высшая стадия», на заключение следует в том, что крупнейший мир империализма поделен как бы на две части. Пятый максимум – это собственно империалистические страны. Их еще называют империалистические хищники, империалистические разбойники, которые грабят весь остальной мир. И вторая часть – те, кого грабят. Вот такое разделение сил, разделение труда получается. Ну, если назвать поименно этих представителей империалистических разбойников, ну, вот откроете работу Ленина, точно там вы можете найти обоснования и выводы. В старом свете это была Великобритания, Германия, Франция, за океаном, Соединенные Штаты Америки, если на восток, Россия и Япония – лучшие страны. Далее идем. А можно ли сказать, что вот раз такое случилось, то вот эти страны стали империалистическими разбойниками, подчинились, так сказать, своему влиянию весь остальной мир и грабили? Это будет навечно. Нет. Потому что в условиях империализма действует закон, экономический закон неравномерности экономического и политического развития страны. Кстати, закон тоже открыл Ленин, впервые, по-моему, он в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы об этом писал. Что он означает? Он означает то, что в силу определенных условий экономических и политических, какие-то страны отдельные могут вырваться вперед, теснить своих конкурентов. Ну, соответственно, кто-то отходить на второй план. Нет. Что мы имеем? Скажем, в середине XX века, вот по итогам Второй мировой войны, изменилось отношение сил в этом империалистическом лагере? Конечно, изменилось. После Второй мировой войны мы можем найти одного главного хищника, главного разбойника, главного империалиста Соединенных Штатов Америки. Ну, и другие поменьше. То есть Франция, Германия, Великобритания, все это остались. Ну, вот они как бы поменьше. Какие отношения между ними? Как писал Ленин, то это временные союзы, экономические и прочие союзы, это временные явления. Это лишь передышка между войнами. В XX век мы видим две мировые войны и куча всяких конфликтов. То есть между империалистическими государствами, вообще там, внутри, идет постоянная борьба за передел мира. За передел. Вот пока есть империализм, эта борьба будет, и мы это видим, да, так сказать, новейшей историей. Что сегодня? Вот какие страны мы можем отнести к империалистическим? Ну, давайте, я думаю, здесь столько всего тоже можно найти и в литературе, и в интернете, чего только нет. Ну, я крайнюю точку зрения назвал, все империалисты. Есть некоторые промежуточные. Вот есть в Германии такой исследователь, ну, коммунист, входит в коммунистическую партию. Одна из коммунистической партии Германии, Энгель, фамилия. Он даже работает специально, он написал, что вот сейчас выделяется наряду со старыми империалистическими странами. Новоимпериалистические. И туда он отнес, чехом, все крупные капиталистические державы. Туда попали и Турция, и Россия, и Иран, и Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика, там штук 20 стран. Ну, а где истина-то? Ну, я думаю, мы должны, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, взять работу Ленина, посмотреть методологию ленинскую. Ну, и пройти след за ним. Давайте я опять начнем. Значит, вот я здесь какую-то табличку составил. Ну, возьму сферу экономики. Сейчас, благо, у нас статистики достаточно. Я воспользовался теми рейтингами, которые составляет деловое здание западное. Fortune называется. Он каждый год публикует разные списки. Вот в данном случае список 500 крупнейших монополий мировых. Вот он составил такую группировку. Значит, 500 компаний крупнейших. Ну, берем. Соединенные Штаты Америки. Там 122 крупнейшие, так? Япония, 53. И так далее. Германия, Франция. На что мы обращаем внимание? Вот если вы просумерите вот эти все цифры, сколько получится? Красивая цифра получится. 250. То есть, что имеем? По своей экономической силе, экономической мощи. А всего в лагере империализма как бы 200 с лишним стран, так ведь? 200 с лишним государств, национальных, имеющих политическую независимость. Лагеря, скотчерба, гимны и так далее. Ну, 5 из них. Нет, я правильно посчитал? Я как будто забыл. Там не может быть. Нет, все правильно. 250 должно получиться. 50. 5 государств имеют половину. То есть, вот эта экономическая мощь капиталистического мира распределена таким образом. Половина крупнейших моноколий в виде государства. Обращаю внимание на названия. Какие? США, Япония, Германия, Франция или Кавритания. Вроде мы уже слышали эти названия этих стран, так вот? И вот они 100 лет назад стали империалистическими, пока делают свою позицию. Хотя здесь, безусловно, и лидеры Соединенных Штатов Америки. А вот где Россия? Здесь многие у нас, называющиеся Лемой, бросаются, так сказать, с трибуны, что Россия – это такой страшный империалист, агрессор и прочее, прочее, прочее. Ну, я понимаю их желание. Вот сказать, бросить, скажем так, хочется правящий наш класс, правящий, так сказать, режим какой-то такой сильный, емкий что-то. Сказать, проклятые капиталисты, наверное, будет слабовато. А вот сказать, проклятые империалисты – это уже звучит весомо, так вот? Ну, ведь мы должны же за дело выступать, а не просто бросаться какими-то лозунгами. А каким образом? То есть мы должны провести экономический анализ. И из этого анализа будет следовать, какая страна является империалистической, собственно, империалистической, а какая – нет. Ну, вот если мы посмотрим дальше этот список, это как бы высшая лига. Есть, я ее называю первая лига. Кто дальше идет? Южная Корея, Канада, Тайвань, Индия, Бразилия – тоже это крупные капиталистические государства. И там от 6 до 15 монополий, действительно, монополий, которые входят в список крупнейших мировых монополий. Вот я это называю первой лиги. То есть кандидаты, запасная скамейка, скамейка запасных. А где Россия? Нет, пока Россия. Вот она находится там во второй лиге. В группе стран Австралия, Сингапур, Ирландия, где 3-4 компании. То есть в этом списке 4 российские компании. Газпром, Роснефть, Лукоин и Сбербанк. Вот мы можем сделать выводы, что у тебя страны периористические? Пока нет. Пока нет. Мы в начале пути мы посмотрели сферу экономики. Затем что мы должны посмотреть? Сферу обращения, где банки господствуют. Затем посмотреть финансовый капитал. И как этот финансовый капитал, каких стран выходит за пределы своей страны и грабит тысячи санимителей. Все остальные страны. Как Ленин писал, занимается стрижкой купонов. Владимир Ильич Ленин, кроме того, что он был гениальный ученый, еще был отличным, блестящим публицистом. Подыскивал, формулировки. Вот и стрижка купонов. То есть финансовый капитал вот этих империалистических стран установил такие порядки, которые позволяют ему заниматься просто стрижкой купонов. Хотя мы понимаем, всегда для строптивых, те, кто не будет давать эти купоны, всегда приготовлены авианосцы, бомбардировщики, тамагашки и прочее. А так вот стрижка купонов. Камар нос не подточит. Значит, вот вторая строка. Это банки. Список другой. 100 крупнейших банков. Это системы Штатах Америки, да. Тенденция и пропорция такая же. Вот они крупнейшие банки. В России только один попал. На 74 месте находится Сбербанк. То есть вот вторая сторона. Что мы имеем? Мы имеем то, что вот пока вот эта группа стран, где, с одной стороны, крупнейшие промышленные, экономические монополии и крупнейшие банки. Соответственно, многими нитями они связаны между собой и они образуют финансовый капитал. И вот финансовый капитал каких стран выходит за пределы этих стран и грабит или стрижет купоны со всего мира? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас есть. Какие здесь можно привести примеры. Ну, прежде всего, вывоз капитала. Причем, я обращаю внимание не просто вывоз капитала, а такой вывоз капитала, который имеет решающее или преобладающее значение по отношению к вывозу товара. Есть такая организация, называется Юнктат. Это конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Вот она публикует интересные данные. Так, взял я эту, должен был взять. Где можно найти информацию, скажем, о вывозе капитала. Называется прямые инвестиции. Есть такое понятие, прямые инвестиции и портфельные. Прямые инвестиции – это вывоз капитала, который дает возможность контролировать производство. А портфельные – это те, как бы участие в капитале. Купили вы там 5% акций какого-то предприятия, ну, вы можете его контролировать. Да нет, наверное. Контролируют те, кто имеет контрольный пакет акций. Что получается? Ну, по памяти. Значит, объем вывоза капитала. Есть еще такое понятие. Вывоз капитала, скажем так, накопленные запасы или сток по-английски переводят запасы, да, накопленные. То есть каждый год же ввозится, ввозится капитал. И он же функционирует все время, пока есть там. Вот как бы его надо суммировать брать. Так вот, на группу этих стран, к ним еще добавляется, можно добавить Канаду и Италию. Приходится вот этих прямых инвестиций, к многим странам, 15 триллионов долларов. То есть даже не миллиардов, триллионов. 15 триллионов долларов. Ну, а Россия. Давайте мы вернемся к России, поскольку это крайне, так сказать, нужно, так сказать, интересный вопрос. Есть у нас центральный банк такой, который дает статистику прямых портфельных инвестиций. Вот она есть у меня. Вот эта статистика. Почти 16 триллионов долларов по данным инвентарям. Это остаток накопленной запасы прямых инвестиций. США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада. Вот такие страны. Что касается России. Вот накопленные прямые инвестиции, накопленный запас составил, по данным на 21 год, на 1 июля. Но если брать участие в капитале, 365 миллиардов долларов. Это большая сумма. Нет, это большая сумма. То есть они, конечно, там на два порядка меньше вот этих основных, как бы, претендентов на почетное капиталистическое звание, да, импилистический хищник или импилистический разбойник. Но все-таки это много. Вот некоторые, считающие себя левыми, говорят, ну, на лицо же вывоз капитала, громадные цифры. Значит, Россия импилистическая страна. Но мы все-таки серьезные ученые, мы же должны не доверяться цифрам, а должны туда, внутрь залезть, посмотреть. А что это такое? Что скрывается за этими цифрами? Так вот, есть такая статистика Центрального банка, распределение этих сумм по странам. Ну, всего общая сумма 468 миллиардов долларов, из них участие в капитале я назвал, и дальше так называемые долговые инструменты. Порядка, там, 100 с лишним миллиардов долларов. Долговые инструменты, ну, возможно, займы там еще, так называемые, так называемые. Так вот, из этих стран, а список большой, 50 стран, на первом месте стоит Кипр. Туда российские капиталисты якобы вывезли 194 миллиарда долларов. То есть, это львиная доля. Я пытался найти, ну, вывоз капитала, это что такое? Это когда капиталисты из своей страны вывозят капиталы, и на эти капиталы строят заводы. Там эксплуатируют рабочих, и выкачивают обратно прибавочную стоимость, прибыль вывозят. Я не нашел каких-то заводов, которые были построены на Кипре. Не нашел. Нет. Зато нашел другую цифру. Это прямые инвестиции в Российскую Федерацию. Так вот, из Кипра обратно вернулось 167 миллиардов долларов, но в виде так называемых иностранных инвестиций. То есть, что получается? Это никакой это не вывоз капитала. А что это? Это вывод прибыли. То есть, российские капиталисты, вот в силу своей сущности нынешней, что делают? Они выводят за границу прибыли. А вместе с прибылью выводят и часть амортизационных фондов, то есть тех средств, которые предназначены на восстановление потребленных средств производства. И часть невыплаченной зарплаты. Это вывод туда. Кипр, это что за государство? Их называют тихая гавань, офшор. Там эти прибыли легализуют. Часть там реализуют. Вот видите, вывезли 190 миллиардов, да? 167 вернулось. Вот на 13 миллиардов они покупают. Что покупают там? Дворцы, яхты, прочее, прочее. Нужно делать для капиталистов? Конечно, нужно. Но максимум, что покупают, это футбольные, баскетбольные клубы. Я бы считать, особенно наш. Ну, в лучшем случае, это бензоколонки, заводов каких-то там, которые были под контролем российского капитала, тем более в каких-то крупных странах. Нет вообще. А львиная доля возвращается назад. Ну, это уже возраст чего? Якобы иностранных инвестиций. То есть, они легализуют эти деньги, прибыли. И какие-то компании иностранные как бы инвестируют в российскую экономику. На самом деле, это деньги этих же капиталистов, только они скрыты. Они вот так прокручены и скрыты, возвращаются назад. Для чего это делается? Это, как называется, заметают следы. Заметают следы. Ну, кроме Кипра, здесь много стран. Здесь есть, конечно, присутствуют крупные страны. Здесь есть Германия немножко, Великобритания. Ну, такие, например, Люксембург. Кто может сказать, что за Люксембург такая страна? Крупная страна Европы. Это маленькая страна. Так вот, туда вывезли 22 миллиарда долларов. Ни одного завода не поставили. Ну, малюсенькая страна в центре Европы. Вот, совсем не значительно. Там нет ни одного завода. Но 22 миллиарда долларов вывезли. Почему? Это тихая налоговая гавань. Есть Багамские острова. Вы можете посмотреть. На Багамы вывезли 7 миллиардов долларов. Это, по статистике, прямые инвестиции. То есть, как бы, вовоз капитала. Ни одного завода там нет. Даже маленького. Что, российские капиталисты, наверное, берут вот эти доллары зелененькие, да, вот такие улицы обклеивают, да, тротуары. Понятные дела? Это гавань. То есть, на самом деле, то есть, из России под названием, вроде как, инвестиции, но это никакие не прямые инвестиции, это вывоз капитала. И совсем другое, когда, вот, скажем, эти страны ввозят. Там тоже есть жулики, тоже есть, так сказать, тихие гавани. И такие же проблемы, но основная доля же покупкой строительства завода каких-то. Ну, вот, совсем свежий пример. События в Казахстане были в начале этого года. Я, у нас тема, скажем, несколько другая. Я, скажем, порывся в литературе, с точки зрения того, а вообще, кто там в Казахстане, кто может стоять за всеми этими событиями. Потому что, ведь, Казахстан, так сказать, осколок Советского Союза, тысячами нитей связан с российской буржуазией. Так ведь, исторически. И по национальным, и по культурным проблемам. Так вот, крупнейшее предприятие. Ну, самое крупное предприятие, оно находится в ведении, так сказать, коллективного капиталистов казахского, там есть такой фонд у них, национальный. Ну, вы знаете, что Казахстан производит, так сказать, номеровый рынок, это нефть, цветные металлы и уран. Вот, как бы уран они забрали себе. А что касается нефти, это 80% казахского экспорта. И вот крупнейшие компании. Значит, Ингидс, Шеврой. 50% акций принадлежит компании Шеврон и 25% Эксон. Это чьи компании? Российские? Американские. Американские компании. Вторая по мощности. Карачаган, Нак, Петролиум и так дальше название. Кому принадлежат? Ройл, Датчелл. Это Капиталия. Иерон. Да, совершенно верно. Эни. Это итальянская компания. Шеврон. США. И Лукоин. Россия. Но Лукоилу 13,5%. То есть, как бы это участие в капитале. Это портфельные инвестиции. А контрольный пакет. Это получается, вот, Ройл, Датчелл и Эни. С Шевроном. То есть, у них больше 50%. Дальше. Мангистаумунегаз. 15 месторождений нефти и газов. 99% акций принадлежат нидерландской компании. Ну, может быть, конечно, это офшорно, не знаю. Но, во всяком случае, вся нефтяная промышленность, это 80% экспорта. Принадлежат американскому и западноевропейскому капиталу. Вот, где лапочка открывается. Вроде Россия под боком. Тысяча нитей связаны там. Всякими путями. А в экономике господствует американский финанский капитал. Россию возьмем, посмотрим. Да, вернемся к тому вопросу, который мы не закончили. Вот этот признак империализма не просто вывоз, наличие вывоза капитала, а преобладающая роль вывоза капитала по отношению к вывозу товаров. Значит, я называл цифру прямых инвестиций по статистике. Какой вывоз товаров в России экспорт? Он колебался за последние, скажем, десятилетия от максимальной цифры 500 миллиардов долларов в год до 300 миллиардов долларов в год. Сейчас, по-моему, в прошлом году было 330 миллиардов. Тоже большая цифра. Она как бы соотносимая с общей цифрой остатков прямых инвестиций. Но мы тоже должны туда залезть внутрь. Львиную долю экспорта России что составляет? Сырье. И продукция, так называемая, первичной обработки. Для какого типа стран характерен экспорт сырья? Для зависимых. Конечно, для зависимых стран. Это либо колонии, либо полуколонии, либо просто зависимые страны. То есть вот что получается. Ну как можно говорить о том, что, скажем, здесь мощный российский империализм, мысли, у нас такая ситуация. Я даже вспомнил историю. Несколько лет назад, здесь наша буржуазная власть кинула клич. Надо нам такую национальную идею придумать, чтобы сплотить народ, вдохнуть в него, что это такое светлое будущее. И посыпались, как из урога изобилия, разные, так сказать, идейки. И вот кто-то подкинул мысль. Давайте Россию сделаем энергетической сверхдержавой. Ну, господи, сверхдержава-то там, Америка, над ними будем. Но потом, правда, нашлись там трезвые умы, немногие, которые немножко, давайте просуждать, ребята, что такое энергетическая сверхдержава. В переводе на другой язык. Энергетическая сверхколония. И так тихонечко, с экранов телевизора, с газеты, это дело ушло. А кто господь, вообще, вот есть у нас финансовый капитал или нет? Некоторые около левые говорят, вот у нас финансовый капитал. Вот крупные монополии. Газпром это монополия? Ну как монополия? Сырьевая, но монополия. Вот она ходит в список вот этих компаний. У нас четыре. Роснефть это монополия? Монополия. А Лукоин? Есть монополия. Значит, можно сказать, и вроде как Сбербанк входит в список, крупнейшие банки. Мы отдельно поговорим насчет банковской системы, еще не дошли до этого дела. А финансовый капитал-то у нас есть? Но опять надо вот посмотреть туда внимательно. Но иностранный точно есть. Вот финансовый капитал вот этих настоящих империалистических хищников. Кому принадлежит автобаз? Рено. Рено, Ниссан. Это кучей капитал? Камерик. Франция. Япония. Камерик. 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 Ну, тем более тогда. Русал. Это монополия. Один из крупнейших мировых производителей алюминия. Кому принадлежит сейчас? До недавних пор принадлежал господину Дерипаске. Что сделал американский капитал? Отодвинулась в сторону. Все. Нет Дерипаски. Но это, по-моему, только 35%. А хозяйничает в этой компании американский финансовый капитал. То есть иностранный у нас точно есть. Насчет своего. Давайте сделаем перерыв. Пять минут. И Камалов задает вопрос. С чего же нужно начинать? И он говорит Камалову, нужно начинать с общественного сознания. У меня вопрос возникает все-таки. Как понятие сознания и как понятие общественного сознания? Это же разные понятия. Я все-таки хочу, вот хотелось бы все-таки понять, Камалов почему так говоришь, что надо начинать с общественного сознания, а не с общественного путия. Он же все-таки понимает, но я пред Богом же понимает всю эту терминологию и по всей видимости. У вас была лекция или занятие по абсолютной идее? Нет. Нет, да? Ну вот у Гегеля в самом конце третьего тома, третьего тома, учение понятия. Сначала бытие, потом сущность, а потом понятие. Есть раздел, называется абсолютная идея. Ну мы пока отбрасываем этот идеализм, рациональное зерно. Абсолютная идея это единство теоретической идеи, идеи познания. И вот как, в принципе, там и Гегель, ну можно трактовать с материалистической точки зрения. Вот человек познает, вот люди познают теоретическую идею, да, истину, так? И затем что ее делать? Не просто познали и все, и сидим довольны, мы познали. Преобразуют мир. Преобразуют мир. И вот в отношении социализма это вот именно так. Потому что социализм, ведь капитализм, он возникает еще в феодализме. Совершается либо уже разная революция, уже, так сказать, буржуазия приходит к власти, в экономические отношения, боятся уже готовеньки почти, только довести до ума. А при социализме как? Вот взяли рабочий класс власть с трудящимися, установили свою власть, депутатуру пролетариата, а дальше-то что? Экономика какая? Капиталистическая. Либо там мелкотоварная, что сказать, основа капитализма. И что? Ну вот рабочий класс, так сказать, познал эту абсолютную идею, теоретическую идею. И преобразует мир. Строит его. То есть сначала, что в голове же что-то уложилось. А что строить-то? В голове же план должен быть. И как строить, и что строить. То есть в этом плане, конечно, и сейчас вот рабочий класс, он познает свое предназначение, так сказать, начинает действовать. То есть, ну, как диалектический, там же взаимосвязь, неразрывный общественного бытия, общественного сознания. Да, совершенно. Просто, да, наверное, дополнительный вопрос, как он понимает, почему он так говорит. Он там не отвечает. Слишком общая, абстрактная такая постановка. С чего нужно начинать пытаться? Какой вопрос, он говорит, с общественного быть, одну из того. С общественного сознания. Ну, я так понимаю, что, наверное, он имел в виду общественное сознание, то есть, что были люди те... Я думаю, так предполагаю, что он не знает, что делать. Вроде слышал, край муха, что социализм, коммунизм, наше светлое будущее, да? А что он себе представляет, как за него взяться? Не знает. Поэтому вот такую постановку вопроса и ответ дает. Хотя, на самом деле, вот он есть. В голове он уже есть, у рабочего класса, изложен в теории марксизм-линизм. Вот он, есть. Вот он, теоретическая идея. А сейчас, что нужно делать? Заниматься практической идеей. А как? Ну, пожалуйста. Чем занимается, как бы, рабочая партия России? Да я-то вот знаю, что я буду делать. Я сейчас просто доделаю, а газеты буду раздавать. Вот вы... Нет, я начну с вами, я не буду там пока... То есть, вы занимаетесь реализацией, то есть, практической идеей. То есть, преобразованием мира занимаетесь. Через газеты что? Вы вносите научное сознание в рабочий класс, научный социализм. Чтобы он потом, опять-таки, совершил определенные действия. Ну, вот, Камулов представляет известное направление. Ну, более 100 лет. Да нет, скажем так. Вот они рядом с марксизмом, но не марксисты. То есть, вот они подменяют... Сегодня, может, мы и остановимся на этом, если будет минутка. Подменяют теорию империализма, и, так сказать, ленинскую теорию империализма, и характер современной эпохи, как переходы, вот, капитализм и коммунизм в всемирном масштабе. Вот, теории глобализации. Причем, теория-то буржуазная, давнешняя уже. Но они говорят, а мы диалектики. Поэтому, кроме глобализации, есть другое направление деглобализации. Игра в диалектику, это называется, по большому счету. И подменяет содержание. Вот, есть такая у нас, как? Тут торговая марка, Макфа. Ну, вот, делают. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Некоторые думают, что это компания, ну, то есть это российская компания. А я как-то начал коммерсионалну тему заинтересоваться. Просто разобраться чая, там, ну, то есть Макф, все знают, это Роси. Ну, Википпедию открываем. Российская компания, ну, а потом начинаем дальше и дальше. Коммерсионал, она уже, да, вот Кипрской, именно, вообще, там принадлежит. Вот. А есть еще такой, я просто по муке, когда я смотрел, потому что, ну, мука все-таки, ну, вообще не только мука, ну, различная все-таки. французская штучка что ли называется тоже такая мука есть тоже начиналась бренды как бы как бы наши вот как например это же Дерипаска в начале было отодвинул посмотрел принадлежит в принципе Пуарто-Рико ну а Пуарто-Рико по сути Америка значит наши бружины которые прихватили в свое время часть народного состояния 300 пушку вот они всячески прячут заметать следы очень для чего это поменять юридику другая страна значит тогда не подсудно российскому суду и прочее вот такая защита шкурный такой просто шкурный вопрос то есть они украли вот там прячут а вот куда не кинь почти конечно сейчас частично опомнилась власть начинают какие-то меры принимать вот есть завод по производству часов был Ломоносова ракета кому он принадлежит сейчас я не беру вопросу может скоро часы вообще из нашего обихода французскому капиталу продано что делал французский якобы под видом того что то они сделают инвестиции поднимут на новый уровень что сделал французский капитал первым делом нет здесь производстве часов есть важнейший момент там есть такая пружинка балансе как они правильно называется значит по-моему только три страны могли производить швейцария ссср технологии добились потому что вот это вот она миллионы раз или вольфрам китай в китае как-то еще не очень я могу ошибаться может четыре страны то есть это центрально все остальное в любой стране можно сделать корпусы шестеренки механизмы и так далее а вот механизм это так же как про самолеты сделать того такую штучку можно а мотор и двигатель тоже нюанс такой вот такой типичный что они сделали первым делом вот новые собственники они переоформили хитрыми путями патентами или как право на тамошнюю компанию все и все остальное что все-таки кстати вот но и среди вот этих вот великих великолепных черт у них одно дело странно как на мировом уровне да они там захватывают грабят у них же внутри самих этих стран тоже происходит ну например известная компания subaru крупная хорошая знаменитая машины там еще самолеты там двигателя делал а сейчас чья она по большему счету то есть даже я так понимаю хорошо мы обсуждали вопрос о соотношении конкуренции монополизм конечно свободы конкуренция уже не свободы никуда не девается пока капитализм будет существовать и конкуренция станет видоизменяется форме нет просто она уже не свободная конкуренция плюс нет вопрос можно будет задать про там мы сейчас будем обсуждать я сразу спрашиваю про оао зао и пао про по структурой тех ну вкратце можно это вместе ты хочешь я сейчас отвечу по названию вы сами догадаетесь за как раз открытое акционерное общество а оао открытое открытое это означает что акции закрытого акционерного общества не могут не выходят на рынок не продаются свободно а открытое акционерное общество пожалуйста все они внутри вот организовали акционеры закрытое акционерное общество вот у кого-то там распределились недавно относительно ли сеансы знал что вот это вот так называемый контрольный пакетаций на 50 плюс 1 не обязательно это теоретически нет я понимаю арифметически это так да ну вот сша например там очень много где нету такого да то есть и много компаний где нет это конкретный случай в каждом конкретном случае решается если акции значительное количество акций распылено среди большого количества мелких акционеров то вполне возможно что владеть контрольный пакет чтобы руководить компанией достаточный 40 процентов 30 может даже 20 по уставу там уже внутри каждой компании а там же штатом и просто что-то определяется очень просто на собрание акционеров голосование когда это придумалось и это во времена ленина уже были все это акционерное общество просто сейчас это не видоизменяется углубляется развивается просто потом она в какой-то одной стране появилась и потом это я думал в крупнейших странах назовем передовых появлялась разная людей есть такой разговорный термин стаканилась а вот лучший опыт лучший опыт конечно в кавычках переходим что сделали в россии вот те которые пришли сеть к власти искать уже укореняли капитализм они просто копировали законодательство запустим копировали второй час по идее у нас вопросы дискуссия хотя я извиняюсь кажется не успел важнейший вопрос рассматривать историческое место империализма тогда мы рассмотрим несколько позже а сейчас давайте тогда к вопросам перейдем будьте добры можно ли говорить о том что например такая такое империалистическое государство как франция после второй мировой войны потеряла какое-то политическое влияние свои страны на страны колонии но остались то есть она осталась экономически властвовать безусловно можно что произошло в конце 19 начале двадцатого века мы останавливались на первом часе не только экономический раздел мира между крупнейшими империалистическими государствами а был осуществлен территориальный раздел мира и образовалась в результате территориального раздела колониальная система империализма колонии это страна которая не имеется и политической независимости полностью подчинена митрополии экономические политические что произошло скажем так во второй половине двадцатого века большая часть практически все эти бывшие колонии получили политическую независимость образно говоря вот у них флаг гимн герм свое правительство свои выборные органы и вроде бы выбирают то есть вроде как колониальной системы уже не стало а что получилось а вообще колониальная система это система господства и ограбления империалистическими странами вот этих зависимых государств а система ограбления осталась и сейчас мы имеем не колониальную систему то что получил название в истории неоколониализм то есть многие страны имеют политическую независимость но экономически тысячами нитей привязаны к бывшим метрополиям или каким-то новым потому что война за передел сферы влияния идет постоянно касаемо сбербанка российского крупная компания как можно обосновать то что она все таки не является он является частью финансового капитала или если является то в какой степени вопрос который постоянно гуссируется дискутируется скажем так в интернете и прочее 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 как по ленину это не просто финансовый капитал который образовался внутри страны и все вот он сидит внутри страны финансовый капитал да и поэтому якобы на этом основании называют страны империалистической нет а какой финансовый капитал по понятию является финансовым капиталом тот который выходит за пределы своей страны и там тысячами нитей в том числе через вывоз капитала через систему расчетов через систему и прочего прочего грабят остальные страны которые являются империалистическим вот такой финансовый капитал поэтому мы должны здесь разобрать туда вникнуть если у нас финансовый капитал в россии или нет в банковскую систему мы пока не брали давайте посмотрим здесь два момента первый это по содержанию банков вообще является ли российские банки банками по своему содержанию вот если вы слушали читали михаил василища попова он по моему это разжевал все ведь по своему предназначению банк это такое капиталистическое предприятие которое временно аккумулирует или собирает время на свободные денежные средства функционирующих капиталистов но сейчас и население и предоставляет во временное пользование нуждающимся капиталистам деньги кредит то есть одних у кого свободные средства как бы хранит а тем кому нуждается капиталисты не вставляет а наши банки чем занимаются образно говоря получили название ростовщические конторы да то есть смысл предназначения банков совсем если по простому помогать и развиваться производства то есть это объективно необходима функция капиталистического производства без которого не может развиваться а чем заниматься российские банки они губят производства уничтожают его но самый яркий пример это политика центрального банка которую держит учетную ставку на такой высоте но и соответственно банки которые коммерческие банки которые тянутся за центральным банком за его скажем так позиции поднимают ставки здесь даже можно сделать просто расчеты посмотреть сколько российский капиталист должен платить процентов если он возьмет в наших банках кредит вот какие процентные ставки учетная ставка центрального банка вот в этих странах и садах америки учетная ставка но это та ставка по которой центральный банк как бы кредитует коммерческие банки в теории а на практике это та ставка та ставка которой привязаны все финансовые инструменты центрального банка а их очень много всякие там репост и прочие операции и это та ставка на которой ориентируются коммерческие банки значит какая учетная ставка поставка 60-х америки вот совсем недавно федеральная резервная система это их не банковская главная руководящий орган назовем так банковская система подтвердил уровень учетной ставки 0,25 0,25 0,5 процента как вот в этих странах европейских близко к нулю а в некоторых странах отрицательно для чего это делают правительство который представляет интересы финансового капитала этих стран для того чтобы стимулировать развитие производства если учетная ставка под 0 процента грубо говоря коммерческий банк взял какой под какой-то инструмент центральная банка там кредиты или денежные средства под 0 процентов у него есть маржа так называемый то есть та накидка которую обязаны сделать коммерческий банк ведь он тоже не счет определенные расходы очень должен прибыль получать заплатить налоги зарплату там аренду и прочее 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 поэтому они могут кредитовать по 3 по 4 ну под 5 процентов а что россии какая учетная ставка сейчас девять с половиной процентов маржа отберите 5 процентов маржа есть такой термин в банковской сфере не снижаемая маржа но крупных банков на поменьше маленьких поменьше то есть та маржа которую банк обязан сделать иначе трубу вылетит добавьте 9 плане 5 сколько четыре с с половиной процента тринадцать с половиной это минимально значит вот российский кипит капиталистов здесь вот в странах америки взял миллион долларов 4 процента годовых сколько нужно вернуть через год а российский капиталист 4 процента взял миллион 75 миллионов рублей сколько нужно будет заплатить через год он должен вернуть основной долг это понятное дело и заплатить не 4 процента сколько 13 с половиной вот вам ответа просто кто будет развиваться если тебя кто не будет и будут ли они вообще брать обратите внимание вот я сегодня вычитал новостной строке есть такой господин хуснулин по-моему виск премьер который занимается правительством жилья ну так грустно заявил да с такой ставкой учетной ставкой нашего центрального банка вся наша ипотека все настройство жилья рухнет дошло конечно рухнет но кто сможет заплатить такие проценты это по содержанию теперь давайте пойдем дальше но у Михаила Васильевича можно сказать все это почитать и послушать его мы давайте рассмотрим другие моменты то есть наша задача вот есть крупнейший монополий есть крупнейший банковский монополий вот они сливаются в единую силу финансового капитала и выходят наружу но повторяю вот уже сто лет свыше сто лет все страны капитала находятся в какой стадии империалистической стадии вот возьмите самую маленькую страну я не знаю а стороной государства в тихом океане там же тоже такие процессы ну либо сказать иностранные монополия господствуют либо свои монополию это же маленькое государство маленькая монополия там в одной среде другой и банки такие же маленькие и понятно есть они сливаются через систему части через кредит и так далее но можно назвать формально там тут есть финансовый капитал ну формально по названию а по понятию вот там микро микромонополия микробанки микрофинансовый капитал ну сидят они там на своем острове ну может на соседней вылазит и что-то пытается сделать но у них ничего не видно не слышно за пределами то есть по понятию никакой финансовый капитал финансовый капитал тот который вот из своей страны скажи из америки из германии он вылазит в 100 150 200 стран ищупывается распространяется спрут всасывается и высасывает прибавочную стоимость поэтому к вашему вопросу значит давайте это посодержать вот этот банк но пока это по количеству мы же не знаем что ничего не значащие банки в этот список входит я буду называть несколько крупнейший морган чейс это крупнейший американский банк его активы что такое активы компания или активы банка есть пассивы есть активы пассивы то что привлекают банки банки что привлекают средства капиталистов средства физических лиц это вот основная сеть пассивов на время на время какой активы то куда них размещает активы ну куда размещать кредиты прежде всего юридическим лицам кредиты физическим лицам ценные бумаги какие-то приобретает перепродав и так далее активы характеризуют мощь компания он выражается в доллар в денежных единицах мощь это размере компании честь морган чейс 3 4 десятых триллиона долларов 3 4 десятых триллиона долларов на втором месте митсубиши японский банк митсубиши там 9 но самый крупный 3 3 десятых триллиона кто там дальше у нас едет вот великобритании крупнейший hcbc банк 3 триллиона долларов во франции кредит агрикул банк 2 с половиной триллиона долларов но ты сити групп сити банк американский 2 и 3 десятых триллиона долларов так вот активы то есть мощь любой из этих банковской монополии одной только активы превышают активы всей банковской системы российской федерации в россии 370 действующих банков но это был на 1 наряду с первого года и вот эти данные которые сейчас продиктовал им на сайте центрального банка активы все банковской системы составляли 107 триллионов рублей делим на курс доллара получаем 1,4 триллиона долларов ну давайте сопоставим вот вся банковская система россии все триста семьи банков вот их мощь и возьмем один например морган честь три четыре десятых сколько больше два с половиной раз вот соотношением все банки что касается сбербанка он входит этот крупный банк однозначно можно сказать что это банковской монополии внутри россии так и две недори всех операций и по пассивной части по активной сказать за сбербанком по филиальной сети и так далее и тому подобное количество обслуживаемых клиентов юридических и лицей и это монополия она входит в список крупнейших на 74 месте из 100 находится активы на тот период были четыреста восемьдесят семь миллиардов долларов но это не триллионы но тоже много то есть потенциально я бы сказал потенциально то есть можно претендовать на то чтобы войти группу этих настоящих хищников финансового капитала который грабит весь остальной мир но дальше посмотрим дальше что мы имеем скажем в россии там первый парень в деревне скажем сбербанк 200 с лишним государств где сбербанк имеет подразделение раз два три четыре пять пяти государств 5 дочерних банков это украина беларусь в австрии казахстане и швейцарии пока нет есть два представительства в германии и в китае на представительство это не полноценно это просто как бы наблюдает ситуации представительство и в индии есть отделение вот и все но много или мало но надо сравнить наверно с настоящей банковской монополии тут я взял для примера сити банк почему сити потому что у него есть дочерние банка в россии даже здесь петербург есть отделение и не одно это один сколько меньше банк чем не самый крупный метров два с небольшим триллиона долларов так вот если вы зайдете на сайт банка или какую-то сказать зададите вопрос интернете все сейчас выдано этот банк имеет свои представительства во всех крупней крупных капиталистических странах и в америке и в азии и в сити банк но это все таки они все имеют я просто взял для примера вот я перечислил что в азии какие у него там отделения филиал просто перечислили сингапур гонконг китай индия малайзия индонезия южная корея филиппины япония таиланд это страны это крупнейшие страны капиталистический крупный крупнейший то есть те страны где есть откуда высасывать прибавочную стоимость и это только начала и в каждой из этих стран то есть здесь начальник банк а еще с отделением то есть например гонконге 48 в индии 45 отделений до южной кореи 32 сингапуре 20 и так далее то что получается вот он банк банковская монополия настоящая по понятию в америке американский сити банк это вот такой спрут у него 100 щупалец которые сползли по всему миру присосались к этим странам и от этих щупалец еще идут десятки то есть получается тысячи щупалец и вот систематически высасывает прибыль прибавочную стоимость из этих стран ну давайте сравним вот пожалуйста вот сбербанк да внутри россии монополия первый парень и вот настоящая банковская монополия есть различие конечно что касается сказать ваш вопрос но я думаю надо здесь развить эту тему ведь россия это крупная капиталистическая держава крупная по площади крупно по населению 145 миллионов человек она в десятку то входит не все еще изничтожили то что осталось от советской социалистической экономики так не вообще стремление любого капиталиста маленькое какое с утра до вечера и ночи сидит мысль у маленького капиталиста кем стать крупным капиталистом а у крупного капиталиста и денная ночь на какая мысли сидит крупнейшим стать а у крупнейшего какая мысль монополистом да монополистом стать вообще суток и поэтому борьба постоянно идет и россия конечно сказать российская буржуазия российский капитал правящий классом пытается называется то у них вырваться выбиться в люди занять место под солнцем а капиталистическое солнце какое это вот стать империалистическим хищника но на пути россии кто стоит настоящие хищники вот идет борьба но сказать сказать что вот россия сейчас какая-то империалистическая страна конечно это будет большой натяжка есть такая категория философское становление так наверно можно использовать ее становление какие вопросы еще дальше ну могу скажем так и дать расшифровку а по расшифровке уже такие вы и любые слушатели догадаются в чем дело то есть зал это закрытое акционерное общество оао это открытое акционерное общество пао это публичное акционерное общество то есть вот надо разделить зал закрыто оно закрыто для своих акционеров и акции сцены бумаги которые свидетельствуют что ты являешься владельцем они не выходят за пределы этого общества их нельзя продать и так далее открытое публичное акционерное общество они свободно торгуют своими акциями пожалуйста можете пойти если у вас деньги купить например сбербанк это что у нас по акции сбербанка котируется можете купить и стать акционером сбербанка а уже зала с вас такой не пройдет вы их не найдете между ними особо искать такой каменной стены нет всегда собранием акционера можно сказать извинить форму и замуж принять облик оао и наоборот размеры предприятия не влияет абсолютно для другие факторы но для открыто акционерное общество или публичное акционерное общество может выпускать всякие ценные бумаги так если оно открыто я так даю дополнительный плюс для того чтобы они катируют чтобы они там продавались по более высокой цене и так далее я думаю это не должно нас особо волновать все вещи которые связаны с коллективными наговорами они имеется ввиду борьба работников за свои интересы с коллективным наговором они в любой структуре вот эти перечисленные в любой будут работать или конечно это не влияет организационная структура кроме патриотического предприятия не влияет нет здесь никаких нет препятствий то есть совершенно одно дело это отношение между акционерами и собственниками предприятия как они там закрыты и открыты и совсем другое дело трудовое законодательство нет никаких препятствий спасибо в связи с развитием мирового кризиса сейчас да какие-то цифры такие средние по безработице нет свежих нету но я готов посмотреть следующему занятию если что надо иметь ввиду есть официальная безработица вот на примере нашей россии есть так назовем официальная безработица она учитывается официальной статистикой что значит официальная учитывая только тех безработных которые пришли и встали на учет в органах занятости а те которые не пришли они не учитываются но они безработные тоже тоже выкинуты запад поэтому цифры официальные будут занижены ну так там четыре четыре с половиной процента занятых у нас семьдесят пять миллионов вы сами можете посчитать а реальные цифры гораздо больше есть статья международная организация труда которая имеет свою методику я могу посмотреть искать вам дать на следующий день нет ну не полтора полтора по-моему раз по памяти но память дело ненадежно какие еще вопросы может какие-то и суждения где я читал популярную очерку я врача ленина интервью выше стали капитализма и туда я излёг информацию для себя впервые что перед подготовкой к написанию этой работы владимир член знакомился с двумя произведениями британских буржуазных экономистов по фамилиям я забыл один написал работу финансовый капитал а вторая империализм как я понял там этих работах естественно неправильно эти авторы находясь на буржуазных позиций они делали неправильные выводы соответственно которых говорила не решение но насколько эти работы для прочтения важны в принципе хороший вопрос работали на вообще она очень небольшая это сто страничек находится в двадцать седьмом томе полного собрания сочинений а следующий то вот такой толстый называется тетради к империализму в котором опубликованы конспекты ленина всех тех ну тех тех известных работ которые он простудировал перед написанием этой своей работы в том числе там присутствует эти две работы и только две но действительно и ленин выделял именно эти две работы этих двух авторов один гельфердинг фамилия это крупные буржуазные исследователи позитивном плане у них очень толстая работа я держал в руках будучи студентом аспирантом так листал там масса статистики у ленина много статистики там еще больше как к ним относиться вот как подготовительным материалом вот я немного отклонив сторону вот как можно изучать философию можно начинать там с аристотеля с геродота и вот всю эту историю потом пойдешь кант и так далее и дойдешь до до чего до гегеля до вершины философской мысли а можно изучить что гегеля потому что науки логики собрано все лучшее что было выработано предшествующей философии источниками капитала маркса что является ну в шире плане источники марксизма да три источника три составной части марксизма политическая экономика это английская политическая экономия это труды адама смита и давида рикарда это многотомные многотомные искать произведения у одного другого поэтому те кто может быть наивно думают или говорят что то маркс взял вот все что написал в капитале да все это новое это ничего подобного то есть маркс капитал марса покоится на исследованиях адама смита и давида рикарда классической буржуазной политической экономии затем маркс писал что я у меня два открытия только два это он раскрыл двойственный характер труда создающий товар и раскрыл тайну прибавочной стоимости а все остальное это вот до меня давида рикарда я дам смену делать то что то же самое здесь наверное можно сказать то есть не на голом месте работа написана а вот она покоится на исследованиях да и прежде всего этих двух авторов гельфердинга и гобсона но они совершенно верно мы сказали вот они свои буржуазных воззрениях вот так-то и остались вывода они дальше не пошли к тем выводам которые делали своей работе член завершил эту работу вот это вершина то самое сказать по политической части был такой известный карл каутский дети социалистического движения дети второго интернационала ренегат который пускать стал после тебя ренегатом вот вот исследование по империализму но он империализм сводил к политике к агрессивной политике государств то есть вот если это государство напало на какое-то этот империализм а полном ткать другого тоже империалистическое вот ленин в этой работе если вы читали помните посвятил тоже отдельные там почти главу критики этой позиции ленин позиции к каутского что империализм это прежде всего явление экономическое то есть нации базисные отношения то есть там где происходит концентрация централизация капитала образование монополий ну и дальше повторяться не будет а сводить политики это ошибка и сейчас некоторые тоже так кстати хороший вопрос давайте развивать некоторые деятели нас так называемые левые почитаешь говорят вот скажем россия проводит агрессивную политику там на грузе напала не стоит реалисты но с таким успехом мы можем кого угодно причислить вот недавно азербайджан там отвоевал часть территории армении давайте азербайджан а сколько-то лет назад армения у азербайджана до отвоевала часть территории давать армении причислим какие отношения между капитале внутри империалистического лагеря между капиталистическими странами не только империалистическими мы теми которые грабят какие отношения с другой бы соседства нет тоже у кого конечно жесточайшая борьба конкурентные прочее даже у соседей зазеваешься ты руку открыть или ногу открыть а то и голову вообще уничтожит поэтому между всеми капиталистическими конфликтами только где-то они прорываются наружу как скажем так между армении и азербайджаном либо где-то еще тлеют пока еще а я же говорил то кстати мысли ленина что все экономические союзы империалистов монополистов это временный передышка между войнами что мы имеем ну да напомните в чем стать теория ультраимпериализма у Каутского ну вот он говорил что тенденция такое к единому к единому союзу империалистических государств то есть он видел что да есть империалистические страны они грызутся между собой не просто грызутся это источенная борьба за место под солнцем но он говорил что наступит момент когда все эти капиталистические страны империалистические страны вот в те годы США Германия Франция они договорятся между собой а разоговорятся все войны закончатся наступит замечательный мир вот такая если совсем по простому его идея и Ленин кстати да и этой его концепции ультраимпериализма посвятил достаточно много места и он доказывается доказал что нет наоборот не может быть такого они не устранимы внутри сказать и капитализма эти межимпериалистические противоречия не будут постоянно прорываться и вот эти союзы да возможно но это временная передышка между войнами и что мы имеем и в истории двадцатого века первая мировая война пожалуйста вторая мировая война уже семь десятков лет существует особенно после убийства СССР расширилась по количеству членов на сколько долго можно рассчитывать на период существования этого блока степан степан степанович я не пророк это в любой момент может прорваться в любой момент может прорваться то есть вот это вот так называемый космополитизм он имеет отношения взаимосвязано с этим вот теорией ультра ну возможно как некая такая в кавычках дружба между империалистами ну да есть такой этой стороной связан вот мы начинали с этой концепции глобализма и антиглобализма вот некоторые деятели в частности камулов пытаются обосновать что все что было там с империализм это было правильно это было давно все это закончилось на им на смену то есть ленинская теория империализма пришла теория глобализма все стало глобальное наше время глобальное да вот здесь монополии нет уже не американской японской они все глобальные ведь действительно смотрите внешне если посмотреть вот все эти настоящие монополии они стали транснациональными то есть они выходят за рамки национальных государств даже такое название закрепилось ТНК транснациональной корпорации то есть сфера их приложения сил весь мир все все стало глобально что за этим скрывается здесь скрывается попытка вот затушевать мессингтонистические противости да если что все стало глобально то и нет характера современной эпохи как эпохи борьбы до социализма коммунизма со старым обществом мне даже китай вот мне пришлось статью писать я не китай все туда запись все глобально нет различий между сша и китай все глобально то есть вот это смысл эти теории социальный смысл это затушевать характер эпохи раз и межимпериористические противоречия два есть такой термин апологитика апологита капитализма но наши как бы при наших передах так чего вопросы делать недавно прошел в ученом труде таком птическом законе сложился россии но возможно и других странах то есть сейчас приходится что среднем какое-то предприятие успевающее реальный выпуск продукции семь восемь лет может стать а потом правило обанкращивается в частности ну вот не только из-за высоких процентов а из-за того что вообще в целом мире вот это там смитовский закон снижение нормы прибыли он уже практически дошел до нуля во многих странах отрицательность в обрабатывающей промышленности вот сша это при никсоне потом и карты либо прибыли обрабатывающей промышленности падала до 3-2 процента вот на самом деле два там вопроса получается два суждения по поводу того что строк жизни предприятий семь лет я не могу так сказать значит монополии но если монополия захватила я не знаю ничего не могу сказать комментировать но могу ответить что если монополия захватила рынки то она просуществует и подольше то есть не выручить здесь на цене что касается снижение нормы прибыли действует такой закон условиях капитализма закон тенденции средней нормы прибыли к понижению до него писал еще и классики политической экономии но у марса капитале в третьем томе он раскрыт смысл этого закона значит норма прибыли она еще что такое у нас получается обозначается букву в кп отношается м с и плюс в так прибавочная стоимость или прибыль прибавочная стоимость имеет форму при отношении ко всему капитал что происходит и есть еще второй показатель или категория органическое строение капитала отношение c плюс в цех вы отношении средств производства стоимости средств производства стоимости рабочей силы определяемой техническим строением и что получается ведь капиталист чтобы побить конкурентов не только должен там взрывать их заводы на должен повышать производительность труда на своих предприятиях пример какие-то иные новшества и это выражается в том что органическое строение капитала растет это общая тенденция развитие капитализма результат действия капиталистов то есть на одного рабочего приходится все больше и больше больше средств производства и это я сейчас пропускаю некоторые сказать последствующие извинения доказательства приводит к тому что у нас знаменатель растет быстрее числитель и норма прибыли соответствующая понижается то есть что происходит капиталист предпринимать сознательно принимает исходя из того что нужно получить большую прибыль что большую прибыль получить на дворцы новшества какие-то применять производстве повышать производительность труда то есть он делает все что идет тому что понижает норму прибыль вот противоречие получается это с одной стороны другой стороны эти все противоречило том числе действия закона он не просто ведь обратите внимание как закон маркс назвал не закон снижение нормы прибыли а закон тенденция нормы прибыли понижение потому что есть противодействующие факторы тоже экономически и которые ведут тому что это норма прибыли может и расти и вот в этой тенденции но тенденция она будет вот так вот по верху вниз но в целом будет снижаться что мы наблюдаем в том числе вот в тех данных которые вы привели но это вы посмотрите статистику рентабельности российских предприятий вы приятно удивитесь норма прибыли у российских капиталистов она значительно больше чем у их коллег в америке возможно германии у нас есть другая ситуация чем это связано низкая стоимость рабочих сил нещадная эксплуатация и пока еще относительно слабая борьба рабочего класса свои права это с одной стороны но с другой стороны что вот норма прибыли как прибавочная стоимость пока не находится такой ситуации что скажем буржуазное государство как коллективный капиталист что-то особо не требует от них действий чтобы повышать производительность труда значит нас хищническая эксплуатация рабочей силы и уничтожение искать средств производства мы рассматривали в октябре месяце и степень износа основных три основных фондов которые 50 процентов перевалено и коэффициент обновления и прочее прочее ну что давайте заканчиваем две минуты осталось у нас конечно последний тоже как раз по этой теме вот в этих пяти странах отличие характер классовой борьбы на порядок выше чем наш за счет за счет того что их у них вот это стоимости рабочей силы то есть классовая борьба их работников трудящихся наемных рабочих но я могу судить только по или это все вообще очень по-разному нет никаких закономерностей насчет сша не знаю насчет европейских стран смотрю интернет телевидение читаю прессу и наши читали правы информация сказать постоянно идет об организованной забастовочной борьбе западных странах в результате которой не добывать добиваются повышение заработной платы а капиталисты чтобы уплачивать заработную плату что вы нужно делать они что же ведь если они просто повысить заработную плату ничего не сделают они разорятся подкрутятся они вынуждены предпринимать меры по повышению производительности труда так вот то есть вот такая цепочка получается рабочий класс и на это уравнение тоже конечно конечно нет это является той стороны что снижается норма прибыли я другом то что капиталисты этих стран вынуждены в том числе в результате организованной борьбы рабочего класса повышать предпринимать меры по повышению производительности труда чтобы самим сказать оставить прибыль получить и повысить заработную плату рабочих это же очень просто цепочка это рассматривает в итоге в это что мы имеем производительность труда там гораздо выше тяжело найти статистике но в прессе научно я встречал соотношение скажем производительности труда промышленности россии сша один пяти один пяти то есть пять раз за счет этого значит американский капитал финансы может во первых и зарплату больше выплачивать рабочий так и получать прибыль достаточно прилично это известная статистика заработной платы на завода форда это когда был еще активный профсоюз на форде они нашли такую статистику своей газете опубликовали я помню даже приводил на занятие форд это монополия крупнейшая так у нее заводы не знаю 20 30 странах и соответственно технологии то совершенно одинаковые так и требования к рабочей силе совершенно одинаковые то есть рабочие которые трудятся на одном и том же месте скажем в соединенных штатах америки либо в бельгии либо в россии одинаковые квалификации одинаковые действия зарплата 1 4 1 4 ну в те годы когда был форд перевод уже нету во всей власти значит часовая ставка была 7 долларов россии и в европейских странах по моему от 20 до 30 ну соотношение вопрос вот его ответ в россии по средним данным по засудованию рабочего времени необходимый труд и прибавочную норму прибавочной стоимости 1200 процентов ну по грубому один час на себя и 7 часов на капиталиста 7 к одному 700 процентов 40 минут это назывался к эти свои лекции профессор долгу фильтр георгиевич по-моему около тысячи по-моему мы на занятиях в прошлом году делали расчет норму прибавочной стоимости по новороссийскому морскому торговому порту это одно из предприятий высокопроизводительных там как раз получалось 700 процентов это кстати самое интересное что работники иностранные которые по тем или иным причинам трудятся в компаниях на территории России они согласно своего закона получают выше находясь даже на схожих должностях не знал может быть может и это оговорено контрактными службами вполне возможно вполне возможно в газовом секторе иностранцы работают и получают больше так что вывод получается один спасение удопающих дел рук самих удопающих то есть только своей борьбой там где борются там получают вот статистика по морскому порту там же много компаний правда она уже несколько лет назад была я задавал вопросы Константину Васильевичу Федотову одному из руководителей профсоюза докеров морского порта когда еще там до реорганизации он мне называл цифры что в морском порту зарплата была в четыре раза выше чем лесного порту который напротив я спрашиваю почему так он говорит потому что нас просовет докеров есть коллективные действия коллективный договор добиваемся а там нет там только желтый просто есть вот соотношение 1-4 вот даже громадное соотношение вот пожалуйста пример значит у нас семинарское занятие вопросы вывешены стандартно ответить на два по выбору литература дана конечно замечательно если вы прочитаете периодически как высшую стадию капитализма значит я постараюсь проверить все контрольные работы которые поступят на 6 утра в среду все тогда до среды и и и и и и и и